Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. И давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах сильный дождь, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 18. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днём 22-27 выше нуля. В горах местами 3-8 тепла. Днём столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. В Черкесии переменная облачность, ночью без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днём плюс 25, плюс 27 градусов. Сегодня день пульмонолога. Профессиональное торжество большинство медицинских работников отмечают на работе, помогая людям дышать. День пульмонолога создан, чтобы люди могли выразить признательность специалистам за их нелёгкий труд. Заболевание дыхательной системы занимает первое место среди людей всех возрастов. В зоне риска находятся любители алкоголя и сигарет, работники вредных производств. В день пульмонолога врачи информируют людей о симптомах и профилактике болезней лёгких. И сегодня гость нашей программы – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Карачаева-Черкесии Борис Дауров. С ним встретилась Светлана Шаганова. Доброе утро, Светлана! Доброе утро, Александра! Да, сегодня день пульмонолога. И этим утром мы находимся в Хабезе, где встретились с известным пульмонологом, доктором медицинских наук Борисом Дауровым. Доброе утро, Борис Идрисович! Доброе утро, Светлана! Доброе утро, телезрителям! Борис Идрисович, вот скажите, сколько лет вы уже в пульмонологии? В пульмонологии я уже 40 лет, из 50-летнего стажа. Закончил я в 70-м году Ставропольский мединститут. По распределению я попал в Тиберду, и там начинал свою карьеру, как в тезиатр. Затем работа на организационной стези, главного врача Мхабезского района. У меня очень приличала научная работа, я уехал в аспирантуру. И далее вся карьера пульмонологическая. Обычно мужчины, медики, врачи выбирают профессию хирурга, травматолога, нейрохирурга, психотерапевта. Но почему вы все-таки выбрали пульмонологию? Чем она вас привлекла? Начал я свою пульмонологическую карьеру, как я вам сказал, в Тиберде. В тезиатры занимаются заболеваниями органов дыхания. И я по распределению, в советское время это было распределение, я познакомился с этой профессией. Я видел, как тяжело людям с недостатком дыхания. Худо-бедно человек в минуту делает 18 вдохов. Стоит нам остановить дыхание на 5 минут, мозг потеряет свою функцию. Человек погибает. Далее больше аспирантура, кафедра пульмонологии Центрального института усовершенствования и так далее, и так далее. Центральная клиническая больница, где я проработал 40 лет, завидовал отделением и был профессором кафедры. Борис Идрисович, вот именно год назад, когда началась пандемия, именно пульмонологи, да, можно сказать, первыми приняли удар на себя. И вот вы, как врач, скажите, все-таки они столкнулись с серьезной проблемой, когда не было схем лечения. Как бы они были в растерянности. Вот что происходило на тот момент с пульмонологами, вот мне интересно. Как они лечили в первую волну коронавирусных больных? Пандемия застала врасплох не только нашу страну, весь мир. И мы, конечно же, оказались неподготовлены. Я уже сказал, пульмонологов очень мало было. Рекрутировали всех, и хирургов, и терапевтов, врачей, всех специальностей. И мы шли методом пробы ошибок. Первое время и не знали, как лечить. Я должен сказать, что сейчас, по прошествии полутора лет, которые мы с коронавирусом занимаемся, мы уже многое знаем об этом заболевании и научились лечить. А первое время это было очень тяжелое время. Борис Идрисович, если говорить о лечении коронавируса, вот, к примеру, пациент поступает в госпиталь с поражением 90% легких, другой пациент 20% легких. И вдруг, оказывается, у того, у которого 90% наибольшее поражение, он выживает, а 20% погибает. Получается, что не всегда ли вот такой высокий процент поражения легких приводит к летальному исходу? Очень интересный, очень сложный вопрос. Действительно, есть люди даже стопроцентным поражением органов дыхания. Но что мы видим? На компьютерной томограмме мы видим тень. Всегда ли это воспалительная, бактериальная пневмония? Нет. Дело в том, что первое время нам казалось, что это пневмония. В классическом понимании слова, когда вирус открыл дорогу, и на него сели микробы. Нет. Дело в том, что мы теперь хорошо знаем, что подавляющее большинство бьет по сосудам мелким. Коронавирус садится на мелкие сосуды, образуя там мелкие тромбы. Так вот, причиной того, что некоторые выживают с большим объемом поражения, а некоторые с небольшим объемом поражения, зависит от многих факторов. В частности, сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет, хронические другие болезни усугубляют течение этого заболевания. И сегодня, зная многие вопросы патогенеза, то есть отразите этого заболевания, мы уже научились и широко использовать витаминотерапию. Разжижающие средства, антибактериальную терапию, где нужно. Первое время очень злоупотребляли антибиотиками. Я хочу сказать, что злоупотребление антибиотиками приводит к лекарственной устойчивости. И вообще, очень большая проблема мировая, когда мы сейчас подходим к тому времени, что нам лечить нечем будет. Антибиотики в нашей стране широко доступны. В любой аптеке мы можем купить. Моя дочка в Америке, она говорит, папа, там невозможно ни одного лекарства купить. Средства гигиены можно купить в супермаркете, а остальное только по рецепту врача. У нас широкое использование, самолечение приводит к очень печальным результатам. Борис Андрисович, вот скажите, когда пациент находится в госпитале на лечении, вот как не упустить доктору тот момент, когда начнется, на моем простом языке, как бы кризис переломный, пациенту становится хуже, и начинается цитокиновый шторм. Это у всех пациентов или нет? И если этот шторм начался, уже получается все, летальный исход? Коварство коронавируса в том и заключается, что человек как будто и относительно неплохо себя чувствует. И пульс оксиметрии позволяет, что у него относительно неплохие показатели насыщения кислородом. И вдруг в один прекрасный момент состояние его ухудшается. И вот искусство врача вовремя уловить этот момент. К этому помогают и лабораторные показатели. Что это, в литературу это вошло как цитокиновый шторм, когда в ответ на агрессию, на атаку вирусную, организм отвечает бурной, слишком сильной иммунологической реакцией, которую не в помощь идет больному, а наоборот. И вот, чтобы погасить этот цитокиновый шторм вовремя и преодолеть этот кризис, это искусство врача. Хочется, конечно, чтобы ситуация поскорее улучшилась, чтобы пандемия закончилась и чтобы это было как страшный сон для нас, для всех. Конечно, хочется пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья, всем жителям нашей республики крепкого здоровья, чтобы вы не болели. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, встретились и побеседовали с нами. И мне хочется в заключение сказать, что коронавирус мы победим. И одной из основных в нашем подспоре является вакцинация. Другого способа защитить своих родных, близких, друзей на сегодня нет. И хочу еще раз поблагодарить наших врачей нашей республики, в целом в стране. Все, кто занимается этой проблемой, пожелать им здоровья. Поменьше пациентов ковидных, чтобы они вернулись к своим профессиям. И спасибо вам большое, нашим телезрителям здоровья и благополучия желаю. Спасибо, конечно, вас с профессиональным праздником, Борис Идрисович. Всех пульмонологов с профессиональным праздником, днем пульмонолога. И я передаю слово студии Александра. Спасибо, Светлана. Спасибо за интересную беседу. А 16 мая был День памяти жертв СПИДа. Вирус ВИЧ смертельно опасен для человека. Он приводит к синдрому приобретенного иммунного дефицита. Недуг вызывает тяжелое поражение ряда систем. От них страдают защитные механизмы. Они не могут противостоять микроорганизмам и росту опухолей. Зараженные люди не способны бороться с болезнями, которые легко преодолевают здоровые люди. Чтобы обратить внимание социума на проблему, повысить осведомленность, почтить память жертв и поддержать страждующих, создан международный праздник. История становления Карачаева-Черкесии и ее развития. В преддверии столетнего юбилея республики в музее Черкеска прошла встреча с кандидатом исторических наук Шамилем Батчаевым. Он рассказал о событиях, предварявших образование Карачаева-Черкесии. На встречу побывала шерифат Лепшокова. За истекшие сто лет республика пережила немало эпохальных событий. Историю ее становления сегодня под пристальным вниманием ученых. Шамиль Батчаев рассказал об основных вехах. Так, к моменту падения монархии, наши народы входили в Баталпашинский отдел Кубанской области. Карачаевцы относились к Хумаринскому участку. Центр зеленчугских горцев, абазин, нагайцев и адыгов располагался в Эльбрукане. В 1917 году, когда власть поменялась, в регионе ее не признали. Так как Кубань возглавлялась именно казачьими организациями, которые, в принципе, горцы также по большей части поддерживали, был образован Кубанский край. Весной 1918 года и здесь у нас и по всей Кубани, значит, власти пришли сторонники советской власти. В 1918 году, осенью, советская власть пал на территории нашего Кубани. Верхняя и всей Кубани, в принципе. И до весны 1920 года у нас был вновь посознан Кубанский край. Весной 1920 года белые потерпели поражение и ушли в Крым, где до ноября продолжали борьбу. Но уже в апреле 1920 на территории Верхней Кубани впервые был поставлен вопрос о проведении съезда. Был создан горский ревком, который располагался в Черкесске, в двухэтажном здании нынешнего музея. Вместе с тем разворачивалась прудоразверстка, изымались продукты, росло недовольство людей. Уже в июне месяце началось восстание казачьего. Казачьего возглавлял уваженец именно станицы Батлопашинской, генерал Фостиков. И весной 1920 года он был тяжело ранен и уехал к нам в Карачае, скрывался в Дууте, скрывался в Тегерде, у своих друзей, где он отличился. И уже где-то в апреле, в мае, уехал в станице. Только к концу лета Красный смогли вытеснить Фостикова. Для этого пришлось применить авиацию. С врагами новые власти боролись беспощадно, рассказывал Шамиль Батчаев. Особой жестокостью отличался уполномоченный 9-й армии Николай Черемухин. Немногие, наверное, знают, но были сожжены карачаевские села Джагетель, старая Джагетель и Нечня, были сожжены Аталарно, Карачаев, была сожжена Осетиновка, и все эти жители, была сожжена станица Караминская, и все жители этих населенных пунктов были вынуждены скрываться в Большом Карачае и вот на хребтах между Большим Карачаем и Теребенским ущельем. Лично семья моей матери, то есть мои бабушки и дедушки, они были сожжены и вынуждены лежать и скрывать своих родственников в Большом Карачае. Но в целом регион удалось избежать массового кровопролития. 8 ноября 2021 года было принято решение о выходе Карачае из Горской АССР. Практически во всех населенных пунктах прошли съезды и собрания, затем созвали общий съезд, в завершении которого делегация отправилась к Ленину. Итогом встречи стала Объединенная Автономная Область. Шерифат Левшокова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. А сейчас наша традиционная рубрика «Точка на карте». Сегодня мы отправимся в Уджигуту. Как и любой другой населенный пункт нашей республики, этот город отличается своей архитектурой. Что в нем примечательного? Где можно отдохнуть после долгой прогулки? Обо всем этом расскажет Альбина Ламкова. Усть Джигута расположен на правом берегу реки Кубань, 8 километров к югу от Черкеска. Здесь берет начало Большой Ставропольский канал. Также к городу относится высотный микрорайон Московский. Он был построен вместе с тепличным кабинетом «Южный» в 1979 году. В 1861 году в устье реки Джигута при впадении в Кубань казаками-переселенцами образовалась станица Усть-Джигутинская. А в 1975 году она стала городом. Численность населения, согласно последней переписи, составляет около 32 тысяч человек. В нем проживают представители более 40 народов России. Здесь рядом в мире дружбе живут русские, карачаевцы, абазины, черкесы, татары, армяне и другие. Дети обучаются в семи общеобразовательных школах. Действуют в школу дополнительного образования. В центре расположен благоустроенный парк для отдыха жителей и гостей усть-Джигуты. Недалеко друг от друга расположены здания администрации района, города и МВД. В усть-Джигуте бережно чтят память о погибших в годы Великой Отечественной. Дополнен мемориальный комплекс с памятными досками из черного мрамора, с именами погибших на фронте защитников родины усть-Джигутинского района. Впереди от него можно полюбоваться Михаила Архангельским храмом. Он является настоящей жемчужиной Карачаева-Черкесии. Станичная церковь смогла пережить все войны и революции и сохраниться до настоящего времени. Одной из главных достопримечательностей усть-Джигуты является новая соборная мечеть. Она расположена вдоль федеральной трассы. И благодаря яркому архитектурному решению хорошо заметна как для жителей, так и для гостей города. Главный минарет возвышается над землей на 41 метр. Через дорогу в 15 минутах от мечети расположена усть-Джигутинская центральная районная больница. Она основана в 1943 году. Учреждение имеет в своем составе многопрофильный стационар и амбулаторно-поликлиническую службу. В Усть-Джигутинской районной больнице есть особое отделение, где каждый день происходит таинство природы. Здесь каждый день бывают дни рождения, простой и трудный женский подвиг. В этом отделении был рожден известный артист Дима Билан. Ни врачи роддома, ни сами родители даже не подозревали, что на свет появилась новая звезда. Ну а самое главное, чтобы все рожденные в нем малыши в будущем были хорошими людьми. Я живу в этом городе 25 лет. Усть-Джигута. Вообще даже рассказывать не могу. Такие люди живут. Хорошие. В центре у нас парк красивый. Вообще красота. Люди отдыхают. Как и любой другой населенный пункт, Усть-Джигута развивается и благоустраивается. Но по-прежнему главным богатством и гордостью города остаются его жители. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район. Сегодня день рождения интернета. В этом году он празднует свою 30-ю годовщину. 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц всемирной паутины. До этого времени уже работала электронная почта, перекачка данных и рассылки новостей для работы с клиентами компании. Изобретение принадлежит Тиму Бернер-Сули, которому помогал Роберт Кая. С появлением всемирной паутины в обиходе компьютерщиков появилось новое слово «веб», что в переводе с английского «паутина». Мир узнал о создании веб-серверов, веб-страниц и веб-сайтов. Для полного прикосновения к новому и прекрасному интернет-миру не хватало маленькой детали – специальной программы, которая бы загружала и открывала все эти вебы в этом виде, которым сегодня уже никого не удивишь. Так появились браузеры. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и совершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось два года. Сегодня интернет представляет собой сеть, с которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по миру. А прямо сейчас наш корреспондент Альбина Курочинова-Кенжева в рубрике «Афиша» расскажет, что интересного происходит в республике и какие фильмы можно посмотреть на большом экране. Передаю ей слово. Альбина, доброе утро! Доброе утро, Александра! Доброе утро, телезрители! Вот какие мероприятия нас ждут. В картиной галереи Черкеска проходит выставка под названием «Больше, чем музей». Сегодня в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина в 17.00 состоится бесплатная консультация для родителей будущих первоклашек. Им будет рассказано, как создать в семье комфортную обстановку, которая подготовит ребенка к успешной учебе и позволит занять достойное место среди своих сверстников. Совсем скоро состоится открытие гастролей цирка «Шапито Торнадо» с новой программой «Лед и пламя». Желающие посмотреть «Красочное действо» могут обратиться в кассу цирка возле драматического театра города Черкеска. И о кино. Стартовала премьера южнокорейского фильма «Зе бокс». О парне Джихуни, который увлечен музыкой больше, чем кто-либо в этом мире. Однако из-за своего страха перед сценой он может пить только в коробке. Встреча с музыкальным продюсером, который когда-то был на пике своей карьеры, но сейчас разорен, переворачивает его жизнь. Сегодня на канале «Россия-1» в 21.05 стартует сериал «Несмотря ни на что». Желаем приятного просмотра. На этом у меня все. Всего доброго. Спасибо, Альбина. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok